Сегодня выпускники школ сдают первый из обязательных экзаменов ЕГЭ по русскому языку. В Мурманской области его планируют сдать более трех с половиной тысяч учащихся. Испытание на грамотность предстоит пройти каждому выпускнику, ведь результаты ЕГЭ по данной дисциплине нужны не только при поступлении в ВУЗы или СУЗы, но и при получении школьного аттестата. Для этого необходимо набрать не менее 24 баллов. Будущим студентам для поступления в учебные заведения страны минимум это 36 баллов из 100 возможных. В этом году экзамен по русскому языку состоит из двух заданий. В первой части нужно ответить на вопросы, во втором задании написать сочинение. Достаточно 150 слов. Пользоваться мобильными устройствами и гаджетами во время экзамена строго запрещено. Вход в аудиторию только с паспортом и ручкой после тотальной проверки. В том числе каждый экзаменуемый проходит через рамку металлоискатель. Они проверяются и при входе, паспорт, и, соответственно, учащийся должен быть в списке на нашем пункте, на входе. Затем они проходят через металлоискатель. И затем еще в аудитории. Также они рассаживаются по местам в соответствии со списком. Проверяются паспорт, паспортные данные и, соответственно, наличие этих учащихся в списке. У нас в штабе установлена программа, называется CTV-решение, где мы можем из штаба наблюдать за каждой аудиторией и смотреть, что там происходит.